Праздничная программа в День Победы была насыщена яркими мероприятиями. На площади Победы функция организаторов в свои руки взяла молодежь. Ивановская ученическая дума уже в четвертый раз провела акцию «Молодежный вальс». Наши ребята Ивановских школ знают, любят, чтут историю своего отечества. Ребята сохраняют традиции культурные наследия, которые дорого нашим дедам, отцам, прадедам. В свою очередь ветераны, которые принимают участие в данном мероприятии, помогают создать атмосферу военного времени, помогают сохранить преемственность поколения. И это радует. Пара из 35 школ города сначала возложили цветы к памятнику Георгию Победоносца, а затем закружились под мелодию «Вальс Победы». Вальс Победы, вальс Победы, светлый вальс. Вальс Победы, вальс Победы, праздник моя. Вальс Победы, обзабыть бы все сейчас. Это потрясающая просто композиция. Мы подумали, что именно она отразит, наверное, то время и те эмоции, которые испытывали жители страны. 9 мая школьники тщательно готовились целый месяц. Подбирали костюмы соответствующей эпохи, вспоминали события Великой Отечественной войны. Чтобы получился красивый танец, долго репетировали на различных площадках. Среди участников было много новичков, которые скуркулезно отрабатывали каждое движение. У нас было много пар, которые вообще не знали вальсовые шаги. Например, квадрат. Очень много времени уделили этому. Мы лично уже второй раз танцуем. И эти вальсовые шаги мы знали. Еще была проблема именно с площадкой, потому что много пар. Со всеми трудностями ребята справились. И 9 мая в День Победы подарили жителям города настоящий праздник. Ученики Ивановских школ также презентовали в этот день первые итоги патриотических проектов. «Великие имена Великой Победы» по улицам солдатской славы и книга памяти. Школьники представили историю города сквозь призму событий Великой Отечественной войны и рассказали о судьбах ивановцев-ронтовиков и тружеников тыла.